Добрый день! Вчера я публиковал видео, в котором показал новые игрушки, которые теперь в составе Хэппи Милла в Макдональдсе. В рамках рекламной кампании Макдональдс мне их прислали в подарок. Эти вот три вида. В такой вот коробочке стандартной. В том видео я внимательно их рассмотрел, перемешал, собрал и пообещал, что по возможности схожу на следующий день в Макдональдс. А именно сегодня, 5 октября, когда стартовала у них эта коллекция в Хэппи Милл, и приобрету остальные. С утра я зашел на сайт Макдональдс проверить, действительно ли это так. Но там оказалось, что, видимо, они сайт еще не обновили. Вот такая вот картинка сейчас появится на экране, что совершенно другие игрушки в Хэппи Милл. Я слегка так озадачился, но все равно поехал в Макдональдс. В Макдональдсе, уже на удивление, при входе мне встретил вот такая вот витрина. И я понял, что кубики Рубика действительно завезли. Ну и, соответственно, я приобрел все недостающие экземпляры. Как видно, теперь коробочки уже не такие красные, а уже стилизованные под кубик Рубика. Стоимость этих игрушек, кубиков Рубика в Макдональдс, если их покупать отдельно, без еды, всего лишь 80 рублей. Давайте посмотрим, что же там внутри. Давайте внимательно рассмотрим коробочку. Здесь как раз герои тех мультфильмов, которые изображены на самих головоломках. Зверопой, Гадкий я-3 и Тайная жизнь домашних животных. По-моему, вот такие вот герои. Ну и сам кубик Рубика. Логотип фирмы Рубикс. Ешь. Ну, какая тут информация. Ее рассматривать не будем. Вот чек. Я приобрел 10 головоломок стоимостью 800 рублей. Честно скажу, пусть это головоломки не скоростные, и они не так быстро крутятся, как хотелось бы, но за 80 рублей это вполне достойное качество. Для тех, кто не смотрел вчерашнее видео, я достал те головоломки, которые мне прислали в рамках рекламной кампании. И сейчас мы заново все вместе их осмотрим. Так, я их немножечко рассортировал. И давайте посмотрим. Так, здесь на разных языках их название. Ну, если на русском, то вот такая вот головоломка называется 3х2 зверопой. Вот все они, которые 3х2, то же самое и гадкий я 3. Здесь уже написано головоломка. Ну, это повторная. Сейчас объясню, почему она. И головоломка 3х2 тайная жизнь домашних животных. Три штучки разных 2х3х1 кубоида. Дальше тоже кубоид 2х3х1, но полукруглый. Будет называться полукруг 3х2. Опять же, гадкий я 3. Зверопой. И тайная жизнь домашних животных. То есть, каждый вид, механизм от кубик 2х2. Он также будет называться кубик 2х2, гадкий я 3. И, соответственно, здесь будет тайная жизнь домашних животных. И зверопой, видимо. И 2х2 кубик, но закругленный. Те же самые все названия. Полукруг 2х2. Тайная жизнь домашних животных. Это у нас, видимо, зверопой. Ну и здесь гадкий я 3. Сейчас я их все быстренько распакую. И перейдем уже к обзору. Вот я распаковал всю коллекцию. Все 12 штук. В каждом пакетике была вот такая вот бумажка, где были изображены все 12. Почему-то вчера мне показалось, что их 11. Кто смотрел это видео. Ну, их 12. Просто один смещен. Все 12. Проверяем. Да, все разные. Все есть. То есть, 3 кубика 2х2х2. Такие же 2х2, но с полукруглым верхом. Кубовит 1х2х3. С разными картинками 3 штуки. И 3 штучки тоже 1х2х3, но полукруглые. А на обороте каждого вида головоломки есть инструкция, которая говорит нам о том, что это все крутится. Ну, люди, наверное, привыкли, что в Макдональдсе обычные игрушки. И не всегда они функциональны. Не могу сказать точно. Не являюсь постоянным покупателем Happy Meal. Но это все вращается. Это все функционирует. Поэтому давайте пробовать и смотреть. Начнем, наверное, с 2х2. Первый. Это тот, который был уже вчера у меня. Здесь изображены миньоны. Везде краска. Изображение. Единственное, здесь вот бумажечка. Ну, видимо, по технологии. Вращение. Ну, это Рубикс. Для людей, которые не знакомы со скоростной сборкой головоломок. Вполне качество достаточное. Но те, кто умеет собирать кубик Рубика и видели современные кубики, да, это, конечно, так себе. Здесь нет современного механизма кубика. Так что, ну, покрутить можно коллекционно. А уж за 80 рублей это вполне себе даже хорошо. Ну, если покупать там набор с едой, там идет в подарок. Какой-то заниженной стоимости. Как-то так. Перейдем дальше. Здесь еж. Поросенок. Это, видимо, какая-то мартышка. В чем особенность вот этих кубиков 2х2? То, что, несмотря на то, что здесь есть рисунок, каждая грань имеет свой цвет. Поэтому можно его собирать как стандартный кубик Рубика без картинок. Это еще ни разу не крутившийся кубик. Поэтому поначалу так идет туговато. Тоже давайте его перемешаем. Да, совсем туговато. Но Рубикс, он должен разработаться. Кстати, проверим. То есть та же история. Да, здесь также все напечатано, кроме одной наклейки. Технология, видимо, такая. Если перемешивать, то получается вот что-то вот такое. Так. Дальше. Опять здесь все то же самое. Логотип Рубикс. Одна бумажка вместо напечатанного. Здесь. Это, видимо, какие-то зайцы. Да. Зайцы, кролики. Ну, какие-то ушастые звери. Опять же. Все цвета здесь есть. Белый, синий, красный. Зеленый, оранжевый. Ну, и желтый. Несмотря на то, что картинка занимает большую часть грани. Цвета различать можно. Кроются все так же. Но если чуть-чуть разработать, перетереть, возможно, даже немного смазать. Да, те люди, которые не знакомы со спидкубингом, смазывать можно так специальными смазками. Так что всякое растительное масло не вздумайте туда заливать. И выдаюшку тоже не стоит. Силиконовые смазки. Так. Ну, и вот так вот они выглядят в перемешанном виде. Ну, в конце видео мы их все соберем. Так что не переживайте. Поначалу эти кубики надо крутить очень аккуратно. Дабы не развалились все-таки Рубикс. Так, это наши кубики 2х2х2. Кладываем в сторонку. Так, ну, давайте сначала вот эти вот. Вчера у меня таких не было. Посмотрим повнимательнее. Это стандартный кубоид. 1х2х3. Здесь какой-то вот кругляшок, видимо. Определяющий возможность вот так вот вращаться. Хотя вот в таком направлении вращается очень хорошо. Вот так уже чуть-чуть потяжелее. Пластик цепляет. Ну, тоже должно разработаться. Здесь персонажи. Миньон. Видимо, также из технологических соображений. Вот здесь такая полоска, разрез. Видимо, из двух частей собирались. А вот эта вот наклейка клеилась после. Зачем-то. Нет. Я думаю, если на это поставить вращаться будет. Но нет. Вот такая вот голуболомочка. Давайте сразу мешать. Тоже здесь каждая грань имеет свой цвет. Две стороны с картинками, остальные одноцветные. Так. Здесь собачки. Кот. И какая-то птичка. Да, цвета белый, зеленый, рожжевый. Ну, стандартный расцвет, кстати, правильный. Ну, это, кстати, получше вращается немножко. Чуть-чуть. Кубоид 1 на 2 на 3. Причем, вот этот кубоид собирается очень легко. И многие его даже случайно могут собрать. Поэтому перемешивать его достаточно сложно. Сколько мешать... Можно мешать-мешать и случайно опять собрать. Так, дальше. Вот это, наверное, будет посложнее. Ну, как посложнее. Здесь просто вот эта картинка. И на каждом кубике свой персонаж. Различные звери. А здесь просто свинки на фиолетовом фоне. И здесь уже расцветка не совсем стандартная. То есть здесь даже цвета не видно, какой должен быть. Ну, я думаю, мы тоже соберем. Поворащаем. И перемешаем. Так, перейдем к вот таким. Это тоже кубоид 1 на 2 на 3. Но здесь цветов уже не 6, а 4. Хотя вот на этой картинке даже, по сути, и 3 всего. Белый, зеленый, красный. А вот эти грани полностью картинки. Вот этот у меня был вчера в видео. Я его уже собирал. Кто хочет, посмотрите. Все еще так же крутится. За 80 рублей это вполне достойное вращение. Я не фанат фирмы Робикс. Сразу говорю. Но мне было совершенно не жалко тех денег, которые я отдал сегодня. За пополнение коллекции. Еще на несколько головоломок. Все-таки это головоломки. Пусть и не сложные. Что-то я раньше времени начал перемешивать. Давайте вернем. Вот здесь изображены миньоны. Как там на комбике 2 на 2. Здесь можно вот так вот поворачивать. И картинка мало чем поменяется. У них разные выражения лица. Можно сделать разных миньонов, разную одежду. Хотя вот верхняя часть головы у них одинаковая. Ну, забавно, интересно придумали. Но мы все равно его перемешаем. Так. И еще один. Здесь у нас крупный кот. Не буду говорить, что он толстенький. И я не знаю, что это за существо. Наверное, тоже кот. Напишите в комментариях. Не силен в мультфильмах. Ну, то же самое. Все. Белый, синий и зеленые цвета. А, здесь, кстати, красный фон виден. Здесь оранжевый фон виден. Да, на этих. А где? Вот здесь вот. С ежом фона не было совсем. Здесь фон есть. Вращается, кстати, неплохо. Ну, губой это 1 на 2 на 3. И, в принципе, какой-то скоростной механизм сделать сложно. Поэтому претензий нет. Так. И что у нас осталось? Как по мне, вот это самый сложный тип головоломок. То есть, это 2 на 2, но с полукругом. А, здесь нет белого цвета. А какой мне был вчера? Вчера. А, как раз вот этот у меня вчера и был. С собачками. А, оранжевый. Это, видимо, красный, синий, желтый, зеленый. Ну, здесь код настолько крупный, что можно считать, что это белый цвет. Но все-таки оранжевый. 4 цвета. Полукруглая крыша. И вот именно по сборке это будет самый сложный вид. Так. Собачка, котик, собачка. Эти стороны одноцветные. Здесь миньон. Это они опять же делают таким образом, что можно повернуть. И картинка все равно станет такая, что на нее можно смотреть и радоваться. Смысл не поменяется. Ну, еще миньон снизу. Такой-то такой довольный. Так. И тут какие-то поросята. Тоже очень... Не, вот это довольный поросенок. А это такой хитрый. Мешаем их все. Да. Вот здесь вот опять наклейка. Все остальное накрашено. Крутится, конечно, туговато. Снизу оранжевый. Тут белый. Тут оранжевый. Белый цвет. Только вот где поросята снизу полностью белые. И тут пожалели картинку. А тут все есть. Мы их перемешиваем. И переходим к следующей части видео. Самые внимательные могли заметить, что я говорил, что три вида головоломок не прислали вчера. Всего видов 12. Чек я показал на 800 рублей. По 80 рублей штука. Значит, 10. А головоломок я купил. Получается 10 плюс 3 это 13. То есть я купил одну лишнюю. Да. Это действительно так. Я лишнюю купил вот такой вот экземпляр. Почему? Ну просто вчера мне в рамках рекламы компании прислали в двух экземплярах головоломки. То есть три вида, но в двух экземплярах. Когда я спросил, не ошибка ли это, мне ответили, что нет. Это не ошибка. Они всегда так делают. А второй экземпляр для того, что вдруг я захочу с кем-то поделиться. И я, наверное, захочу. И поскольку здесь кубик 2х2. 2х2 полукруглый. 1х2х3 полукруглый. И не хватало только 1х2х3 квадратного. Вот я его докупил, чтобы было полное собрание всех видов. Пусть не всех картинок, но всех видов именно механических головоломок. И вот эти 4 головоломки я разыграю. Условия розыгрыша я расскажу в конце видео. Так, ну а теперь я расскажу, как же все виды этих головоломок собираются. Нетрудно догадаться, что одинаковые в физическом плане головоломки будут собираться, ну, очень похоже. Скажем так, идентично. Давайте начнем с чего-нибудь самого простого. Ну, к примеру, вот кубик с миньонами. Ну, к примеру, видим мы, что вот часть тыловища главного героя. Его голова вот эта вот. Как-нибудь ее переместим наверх. И вот так вот совместим. Совместили. Ну, если бы это было не здесь, мы бы ее подняли. Вот у нас получилась голова героя. Совмещенная хотя бы с одним кубиком. Ну, довернули и все собралось. Но не всегда все бывает так просто. Если, к примеру, вот такая вот ситуация. Снизу и сверху все собрано, а вот один квадратик развернут неправильно. Нужно сделать нехитрые движения. Правую грань два раза, вверх два раза. Правую грань два раза, вверх два раза. Правую грань два раза. И вверх, опять же, два раза. И вот вся картинка собирается. Соберем следующий. К примеру. Ну, здесь картинка была горизонтальная. Я буду держать вертикально, чтобы было подобие. Вот какая-то часть туши кота. Начнем собирать с нее. Вот голова. Ну, здесь должен быть другой кусочек. Ищем его. Ну, к примеру, вот этот, наверное. Поднимаем наверх. И разворачиваем. Вот у нас здесь часть туши кота. Ищем еще кусочек. Вот его голова. Не обращаем внимания, что здесь у нас что-то рушится. Это несущественно. Вот здесь вот котик собрался. Ну, автоматически соберется и нижняя часть. То есть, с противоположной стороны, вот они, собачки. И опять же, вот один квадратик не собран. Делаем все, как и в предыдущем случае. Право два раза. Вверх два раза. Право два раза. Вверх два раза. Право. Вверх. То есть, поочередно. Правую верхнюю грань вращаем дважды. И вот картинка собралась. Собачки, котики. Ну и закрепим. Здесь картинка более сложная. Поскольку, ну, я не стал запоминать, в каком порядке здесь всякие животные были. Поэтому буду смотреть, наверное, на эту сторону. К примеру, возьмем вот этот квадратик. И попробуем к нему что-то подобрать. Вот поросенок нам подошел. Ну, здесь собралось все само легко. Главное начать с одного квадратика. К нему подобрать что-нибудь. И рядом поставить нужную картинку. Ну, а, к примеру, у нас было бы как-нибудь вот так. Мы к этому квадратику подвели от этого летающего поросенка. Поискали бы что-нибудь еще. Да, вот она летающая часть. И оно у нас уже собралось. А по этим сторонам, ну, ориентироваться, наверное, будет сложновато. Но, опять же, это настолько простая головоломка, что я случайно вращаю, можно так же собрать. Так, перейдем к полукруглому. Вот так сейчас страшно выглядят эти миньоны. Но, опять же, начнем. Ну, к примеру, вот голова. Кстати, можно еще ориентироваться же на боковую сторону. Да, тут есть цвет. Да, и, к примеру, мы видим, что вот красный. Красный, значит, нужно подогнать сюда. И вот у нас уже собрался. Разница между вот этим и вот этим отсутствует. Да, то есть это одинаковые по механизму сборки головоломки. Что-то внешние различия. Да, ну, вот мы смотрим. Что-то как-то оно некрасиво смотрится, да? А все из-за того, что кверх ногами вот эти вот глаза. А вот на цвет мы, конечно, ориентировались. Но картинка некрасивая. Давайте попробуем как-нибудь перевернуть. Просто развернем каждый из этих квадратиков. Ну, можно так же. Право, вверх, право, вверх, право, вверх. Вот у нас один развернулся. Да? И развернем вот этот. Право, вверх, право, вверх, право, вверх. Ну, и, как бы, вернем исходные глазки каждому миньону. И вот они уже красивые. Можно было, конечно, просто пересобрать. Но можно и так. Готов. Так, дальше смотрим. Ой, здесь какие-то котята. Как они выглядели, я не помню, естественно. Ну, вот, белый какой-то, надеюсь, котенок. К нему. Да, вот это подошло. Ну, и низ собрался. А почему бы и нет? Здесь все собралось быстро и само. Такое бывает. Это простая головоломка. Здесь, видимо, вот этот кусочек, к нему подошла голова. Ну, очевидно, что вот этот полукруглый кусочек должен быть сверху. Поэтому подводим его сюда и поднимаем. Вот у нас мартышка собралась. Но, видимо, низ не совсем от нее. Поэтому вот так вот повернем. Вот и все. Так, мы собрали все кубоиды 1х2х3. Ну, а теперь перейдем к более сложному. Сразу предупрежу, что те люди, которые умеют собирать кубик 2х2, не испытают с этой головоломкой никаких трудностей. И сейчас я буду рассказывать только для тех, кто не умеет собирать кубики вообще. Так что, те, кто умеет собирать, можете промотать до следующего вида. С полукругами. Тут будет отличаться сборка. А эти мы сейчас соберем. У всех вот этих кубиков 2х2 есть одна белая сторона. На ней есть какие-то надписи, но она одна белая. И с нее проще всего, наверное, начинать сборку. К примеру, видим мы 1х2 и 2х2. Что нам стоит поставить их вот так вот рядом. Если вот здесь вот цвета совпали, на картинку внимания не обращаем. Вот эти цвета, если совпали, то это хорошо. Вот есть у нас 2х2 рядом. Ищем дальше белый цвет. Вот, к примеру, белый цвет. Также мы можем, чтобы не разрушить вот эту часть, его опустить. Да, но цвета не совпадают. Картинка не та. То есть здесь не его место. Ищем другой. К примеру, вот беленький. Ставим его сюда. Да, этот подошел. Вот у нас уже 3 квадратика на месте. Это хорошо. Осталось что-то сделать с этим четвертым. Люди, которые не умеют собирать кубик рубика, могут испытать сложности. Но на самом деле здесь нет ничего сложного. Сейчас я научу одной формуле, которая называется пиф-паф. Спидкубинги всем знакомые. Нужно повернуть правую грань от себя. Крышу. Повернуть в левую сторону. Вернуть правую грань на место. И крышу вернуть на место. Попробуем повторить. Право. Крыша. Обратно. Обратно. Эта комбинация называется пиф-паф. И при помощи этой комбинации мы соберем большую часть кубика рубика 2х2. Право. Крыша. Обратно. Обратно. Право. Крыша. Обратно. Обратно. Независимо от того, в каком положении у нас остался вот этот последний кубик. Мы просто делаем эту формулу. Неважно снизу он, сверху. Если он стоит неправильно, оставим его в правый рядок вот сюда. Правый столбик. И делаем пиф-паф. До тех пор, пока кубик не станет правильным. Вот сейчас плохо стоит. Белым не вниз. Делаем еще пиф-паф. Он поднялся наверх. Еще пиф-паф. Ну а сейчас стал хорошо. Первый слой кубика рубика 2х2 у нас собран. Также первый слой можно собирать любыми способами. Интуитивно. Вот при помощи пиф-пафа можно поставить из любой ситуации, любой уголок. Смотрим дальше. Мы начали с белого цвета. Сверху, по идее, должен быть желтый. Желтый цвет. На минион опять не обращаем внимания. Видим, что вот этот желтый. Этот оранжевый. Синий, зеленый. Повернем кубик так, чтобы белая сторона была справа. Именно справа. И смотрим на кубик, который вот здесь. Сзади, слева, сверху. У него должен быть желтый цвет где-то. В данном случае желтый цвет смотрит назад. Он может либо назад смотреть, либо вверх, либо влево. Нам нужно, чтобы он был слева, естественно. В итоге, то, что здесь белый, здесь должен быть желтый. Если желтый цвет обращен назад, то мы делаем пиф-паф. Тот же самый пиф-паф два раза. Ровно два раза. Право, крыша. Обратно, обратно. Один пиф-паф. Право, крыша. Обратно, обратно. Второй пиф-паф. И видим, что желтым цветом повернулся кубик. Не перехватывая сам куб, мы поворачиваем вот эту левую грань. И опять смотрим, где желтый цвет. Желтый цвет сзади. Если сзади, делаем опять два пиф-пафа. Право, крыша. Обратно, обратно. Право, крыша. Обратно, обратно. Это два. Видим, картинка уже получается. Вращаем левую грань. Сам кубик не перехватываем. Видим, здесь желтый цвет уже есть. Ничего крутить не надо. Вращаем следующий. И опять желтый сзади. Два пиф-пафа. И у нас наверху желтая грань. Но вы можете подумать, что мы собирали-собирали, а тут все равно некрасиво. Да, некрасиво, но главное нам было сейчас делать желтый цвет. Полностью желтый цвет сверху. Сейчас нам повезло, и у нас были только ситуации, где нужно делать два пиф-пафа. Но может быть и по-другому. Вот я все разрушил. Вот, к примеру, опять же, собран первый слой. А наверху два желтеньких уже есть. И нам нужно перевернуть, развернуть остальные. Поворачиваем кубик так, чтобы белый цвет был справа. Ну, а там, где желтый, слева. И видим, что желтым цветом вот этот задний кубик обращен вверх. Если желтый цвет вверх направлен, то нужно сделать не два пиф-пафа, а четыре. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. Четвертый. И вот он повернулся нужной стороной. Поворачиваем дальше. Здесь уже смотрит назад. Делаем два. И вот желтый цвет опять собран. Но здесь пока какое-то месиво. Дальше. Нам осталось сделать один алгоритм для того, чтобы до конца собрать кубик. Находим, есть ли у нас где-нибудь два кубика рядом одного цвета. Вот как здесь зеленые. Есть. Ну, для удобства можем совместить их с зеленой гранью. И у нас получается почти все собрано. То есть осталось вот эти два кубика поменять местами. Чтобы их поменять местами, есть уже менее простой, более длинный алгоритм. Который, ну, видимо, придется запомнить. Берем кубик, собранный стороной к себе. Держим его и выполняем следующее движение. Правую грань на себя. Крышу поворачиваем два раза. Крыша – это верхний слой. Потом правую грань от себя. Крышу два раза. Правую грань на себя. Переднюю грань по часовой стрелке. Здесь делаем знакомый нам пиф-паф. От себя крыша, на себя крыша. Правую грань на себя. Возвращаем переднюю грань. И дважды поворачиваем правую грань. И последний ход – это довернуть вот так вот крышу. И кубик у нас собирается. Если же не находится блока такого одного цвета, то эту комбинацию придется сделать два раза. Сейчас мы соберем остальные кубики, и вдруг там такая ситуация попадется. Если нет, я сам смоделирую и покажу. Вот у нас первый кубик 2х2 собран. Дальше. Возьмем вот этот вот с крольчатами. Опять. Смотрим. Вот беленький цвет. К примеру, этот уголок. Рядом с ним нужно поставить какой-нибудь такой же. У этого белого цвета есть еще синий и красный. Ну, к примеру, я вижу вот бело-синий уголок. Бело-синий, синий-оранжевый. А если не обращать внимания на кролика, это белый, синий и оранжевый цвета. Но он стоит как-то не той стороной. Я, конечно, могу его вот так вот приподнять. Было бы так в сторонку отвести. И вот так вот рядышком поставить. Ну, как-то цвет не тот. Не угадал. Ладно, вернем на место. А если я его с этой стороны поставлю? Ну, тогда уже совпадет. То есть первые два кубика легко ставятся без всяких пиф-пафов, интуитивно. Главное проверяйте, чтобы вот эти цвета совпадали. Белый само собой, но здесь чтобы синенькие были. Ну и, соответственно, сейчас будем ставить следующий. Чтобы здесь вот, здесь должен быть красный. Ищем вот бело-зеленый. Бело-зеленый. Ну, его ставить надо туда. Если мы вот так вот будем ставить, мы сломаем вот этот вот. Поэтому не будем. Поставим лучше вот сюда бело-красный. Вот он. Если он здесь вот беленьким наверх смотрит, мы можем его вот назад отвести. Назад. И вот таким двойным движением поставить рядом. Вот три уголка всегда ставится легко, интуитивно. Далее вот сюда нужно поставить четвертый уголок. Ищем, где он. Подворачиваем его сюда. Вот он. Белый. Зеленый. Оранжевый у него цвета. Но здесь за кроликом плохо видно, но там он чуть-чуть торчит зеленого цвета. Значит, все-таки он зеленый. Опять же, вот он белый цвет. Независимо, в какую сторону он смотрит, начинаем делать пиф-пафы. Делаем от себя крыша на себя крыша обратно. Один пиф-паф. Хорошо встал? Да нет. Не той стороной. Делаем еще. В разных ситуациях у нас может быть до пяти пиф-пафов. Опять что-то не то. Еще внизу, но не той стороной. Сделаем пиф-паф, он появится сверху. Ну и еще сделаем. И вот. Пяти пиф-пафов оказалось достаточно для того, чтобы у нас первый слой собрался. Далее смотрим наверх. Здесь должен быть желтый, а ни одного желтого нет. Грустно от этого. Но ничего страшного. Поворачиваем кубик так, чтобы белая грань была справа. А это все. Место, где должен быть желтый цвет, было слева. И делаем опять пиф-пафы. Находим задний уголок сверху слева. Желтый цвет смотрит вверх. Значит делаем четыре пиф-пафы. Один. Два. Три. Четыре. Главное здесь кубик не перехватывать, иначе потом не соберется. Поворачиваем левую грань. Видим. Желтый цвет. Желтый цвет. За кроликом. Опять смотрит вверх. Значит делаем четыре пиф-пафы. Один. Два. Три. Четыре. Кручится туховато. Вот получилось. Вращаем дальше. Желтый цвет получается сзади. Делаем два пиф-пафа. И еще раз доворачиваем. Опять желтый цвет сзади. Делаем еще два. Вот. Желтый цвет у нас собран. Но зайчик здесь сверху какой-то очень страшный. Да. Ну и видимо вот эти вот два стоят правильно на кубике. А эти два нужно поменять местами. Ну. Совместим картинку. Чтобы было поприятнее смотреть. Видим. Ну раз у нас два стоят на месте. Делаем ту же комбинацию, что я показывал на прошлом кубике. На себя два раза крыша. От себя два раза крыша. На себя переднюю грань вправо. Пиф-паф. На себя возвращаем переднюю грань. Два раза правую и доворачиваем вот так вот крышу. И вот кубик собран. Ну. Кролик сильно красивее не стал. Но все-таки он собран. Вот они все кролики готовы. Ну и закрепим третьим кубиком. Да, это видео будет очень длинное. Но что поделать. Опять. Начнем с белого цвета. И видим. Вот бело-синий. Где еще бело-синий? Вот этот бело-синий. Если мы поставим его сюда. И опустим. Он станет некрасивым. Поставим вот сюда вот назад. А вот бело-синий и встали хорошо рядышком. Интуитивно покрутив. Вы легко это поймете. Дальше должен быть бело-красный. Вот у нас бело-красный. Но он почему-то вот не хочет вот так вот становиться. Некрасиво становится. Но если мы его переведем в положение, что он беленьким наверх смотрел. Да? Вращая правую грань. Где у нас бело-красный-то? Вот он. И вот отведем вот так вот назад. То он легко встанет в нужное положение. Третий. Вот он как раз там, где нужно. Ставим над своим местом и делаем пиф-пафы. Один. Он пошел вниз. Два. Он сверху. Три. И он встал на свое место. Первый слой собран. Как все уже запомнили, надеюсь, надо собрать дальше желтый цвет сверху. Опрокидываем. Белый справа, желтый слева. Вот эти два кубика собраны. Да? Поэтому мы подворачиваем. Не собранный. Вот этот желтый цвет смотрит назад. Делаем два пиф-пафа. Это наиболее быстрый кубик из всех. Собралось. Подворачиваем еще. Здесь желтый цвет сверху. Делаем четыре пиф-пафа. Ну и видим. Опять картинка разбитая сверху. Опять есть блок. Это достаточно частая ситуация, когда вот этот блок есть на месте. Ну и остается вот эти два переставить местами. Делаем комбинацию. На себя два раза. От себя два раза. На себя переднюю грань. И в пиф-паф. На себя возвращаем переднюю. Правую два раза. Крышу два раза. Но не всегда бывает так, что есть блок. Как я и обещал, сейчас моделирую эту ситуацию. Например, вот такая. Смотрим. Красный-оранжевый. Зеленый-синий. Оранжевый-красный. Синий-зеленый. С какой стороны ни посмотреть. Двух кубиков одинакового цвета рядом нет. Что же в этом случае делать? Делать все то же самое. Делать тот же самый алгоритм. Берем как угодно. Лишь бы желтая сторона была сверху. И прокручиваем тот же алгоритм. Прокрутив его один раз. Мы узнаем, что у нас появился блок. Дальше. Беря блок к себе. Мы крутим этот алгоритм еще раз. Вот и все. И кубик собран. Этих знаний вполне достаточно, чтобы собирать кубик Рубика 2х2. Я постарался объяснить наиболее простым языком и с наименьшим количеством алгоритмов. На самом деле, кубик Рубика 2х2 можно собирать быстрее. Есть на это обучалки. Но для сборки на скорости лучше использовать профессиональные кубики 2х2. К примеру, вот такой. Они крутятся значительно быстрее. Если кто-то захочет собирать на скорости. Ну а теперь приступим к сборке, наверное, самой сложной головоломки всей коллекции. Это 2х2 с полукруглым верхом. Вот конкретно у этого кубика есть белая сторона. И мы именно с нее и начнем. То есть это кубик со свинками. Возьмем какой-нибудь, к примеру, вот этот белый-зеленый. Рядом с ним тоже поставим белый-зеленый. Вот белый-зеленый. Вот так он ставиться не хочет. Идем чуть-чуть назад, чтобы он белым вверх стал. Опять назад. И вот так вот рядом его поставим. Ну и интуитивно. Далее с ним должен быть что-то вот здесь вот синим цветом. Наверное, вот этот. Да. По картинке похож. И остается нам третий кубик поставить. Вот он. Вот этот третий кубик. Ну и начинаем просто делать пиф-пафы. Третий, он четвертый. Один пиф-паф. Он опустился вниз, но неправильно повернут. Делаем еще. Он сверху. Третий пиф-паф. Он снизу, но опять повернут неправильно. Четвертый пиф-паф. Он сверху. Делаем пятый. Он становится вниз и правильно. Первый слой у нас собран. Дальше смотрим. Мы как в кубике 2х2 сейчас не будем сразу собирать верхний цвет, поскольку его здесь желтого цвета нет. Поэтому мы сразу постараемся расположить зеленый рядом с зеленым, а оранжевый рядом с оранжевым. Поскольку их рядом нет, нам сейчас, кстати, не важно, как они повернуты, мы просто должны их расположить рядом. Поэтому провернем сразу из любого положения формулу, которую я показывал последний в кубике 2х2, длинный. На себя, крышу два раза, от себя, крышу два раза, на себя, передняя грань и впав на себя, возвращаем переднюю грань на место, два раза правую и до ворот. Теперь мы видим, вот у нас желтые, вернее оранжевые стоят рядышком и зеленые стоят рядышком. Поскольку мы пока не уверены в том, что между собой их менять не надо, мы их сначала развернем, так чтобы они, как вот этот, стояли, красиво, а потом уже посмотрим. Для того, чтобы развернуть кубики на месте, мы опять опрокидываем и смотрим. Заранее известно, что вот эти два стоят хорошо, то есть купол, который должен быть. Значит, нам нужно вот этот кубик каким-то образом перевернуть. Мы не знаем, сколько здесь делать пиф-пафов, поэтому делаем два и потом смотрим, что получится. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Смотрим, встал хорошо. Подворачиваем следующий, который неправильно стоит, и делаем еще пиф-паф. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Стоит некрасиво. Делаем еще два. Один. Второй. Ну и смотрим. Совместим зеленые. Да, у нас картинка совпала. Может случиться такое, что вот эти вот кубики между собой еще надо будет поменять. Ну, сейчас на следующих посмотрим. Один готов. Берем еще один. Так, здесь у нас... Снизу должен быть вот такой вот котик. Белый котик на оранжевом фоне. Насколько я помню. То есть, это кубик с собачками. Собачки и котик внизу. Попробуем искать оранжевый цвет. Например, вот оранжевый. Если мы поставим его рядышком... Да, совпадает. Ну, здесь вот тоже зеленого нет. Чуть посложнее. Ну, смотрим на эту картинку. Вот они стоят хорошо рядышком. Здесь проще. Здесь нужно вот синим цветом кубик какой-то найти. Ну, и чтобы с другой стороны был котик. Вот у нас какой-то кубик с котиком. Повернем его вот так. Да. Вот он хорошо стоит. Опять же, интуитивный момент. Ищем еще один кубик, у которого должен быть желтый цвет. Вот цвет котика белый. И какой-то еще. Он как раз вот стоит на месте, но не той стороной. Начинаем делать пиф-пафы. Один пиф-паф. Он сверху встал. И второй пиф-паф. Нижний слой хорошо собрался. Видим, что у нас вот эти вот желтые хорошо стоят. Мы их сначала развернем. Потом посмотрим, нужно ли их менять местами. Поворачиваем так, чтобы вот эта границ, которую мы начинали с котиком, была справа. Делаем пиф-пафы. Один пиф-паф. И после каждого второго следим. Так, встал хорошо. Поворачиваем. Делаем два пиф-пафа. Стоит не так. Делаем еще два. Стоит красиво. Но мы поставим вот так и видим, что у нас какая-то некрасивая ситуация. А это значит, что нам придется поменять местами. Так, вот это, кстати, по картинке совпадает. Этот совпадает и этот совпадает. То есть местами нужно поменять вот эти два кубика. Ставим их назад. Собрана сторона к себе. Но несмотря на то, что здесь вот все синее, их местами нужно поменять. И проворачиваем формулу. На себя. От себя. На себя. Передняя грань. И впав. На себя. Передняя обратно. Два раза крышу. Возвращаем. И видим, что повернуты они изначально были неправильно. Вот эта вот часть стоит хорошо. Теперь, если вот его развернуть, картинка соберется. Ну, и это тоже. Опять поворачиваем сюда. И делаем пиф-пафы. Один. Второй. Стоит хорошо. Подворачиваем следующий. Два пиф-пафа. Нехорошо. Четыре пиф-пафа. Вот они теперь встали красиво. Совмещаем цвета. И все картинки у нас собраны. Здесь приходится комбинировать два последних этапа сборки. Поскольку сразу непонятно, какой стороной они должны стоять. Третий кубик. Здесь снизу я не помню, что должно быть. Ну, видимо... А, вот такой вот смешной миньон на оранжевом фоне. Давайте рядом с ним поставим вот здесь вот жёлтенький. Какой-нибудь вот такой вот. Как-нибудь зеркально всё это сделаем. Так, что-то я перекрутил. Вот этот надо вот сюда вот как-нибудь. Вот так. Да, вот это вот совпадает. Ну, теперь чисто по картинке попробуем к нему оставшиеся кубики доставить. Так, ну, по всей видимости, вот этот, ну, другой стороной, должен стоять здесь. Поднимем вверх, доведем назад. И вот так. Да, здесь картинка совпадает. И здесь миньон тоже совпал. Очень похоже, что почти собрано, но нет. Вот он, кусочек, который должен быть здесь. Вот эта картинка с цветочками. Он как раз стоит на нужном месте, но не той стороной. Ну, и, естественно, начинаем делать пиф-пафы. Один, он поднялся вверх. Второй, опустился вниз, но не той стороной. Третий, он опять сверху. Четвёртый. Стоит хорошо. Посмотрим на верхнюю грань. Здесь всё вот так вот намешано. Вроде как вот эти вот два красных, но мы видим зелёный и синий. И вот они неправильно стоят. Да, и здесь тоже. Давайте мы сначала вот эти два местами поменяем. Для этого мы их поставим назад. И прокрутим алгоритм, меняющий два уголка местами. Вот этот уже стоит на месте. Нет, не на месте. Нехорошо. Так, вот этот на месте. Да, вот он, красный и синий. Только повернуть и будет хорошо. И вот этот, красный и зелёный, повернуть и будет хорошо. Дальше. Вот эти жёлтые. Синий и зелёным. Синий и зелёным. Неправильно стоят. Ставим их вот так вот назад. Прокручим алгоритм, чтобы они встали хорошо. Так, и вот смотрим теперь. Да, вот красный и зелёный. Вот они, цвета, совпадают вот с этим кубиком. Дальше жёлтый и зелёный совпадают. Жёлтый с синим совпадают. И красный синим тоже совпадают. То есть, все уголки верхние стоят на своих местах. Остаётся их только развернуть. Ну и начнём это делать. Вот с этой грани мы начинали. Берём её вправо, это слева. И делаем пиф-пафы. После каждого второго проверяем, правильно стоит или нет. Два пиф-пафа. Смотрим. Смотрим. Да, вроде похоже. Давайте пока так оставим. Следующий подвернём. Так. Ну, видимо, тот был неправильный стоящий. А нет, вот этот стоит боком. Ещё два сделаем. Да. Вот так вот лучше. Видим, вот эти вот собрались. Красиво стоят. Подворачиваем следующий. И теперь уже проще, поскольку вот этот красненький должен повернуться вот так же, как вот этот. Делаем два пиф-пафа. Нет, стоит неправильно. Делаем ещё два. А теперь стоит хорошо. Подворачиваем четвёртый уголок. И вот. Все вставили красиво. Доворачиваем. И вот наши картинки получились. Можно и так оставить. Всё равно красиво. Тон весёлый миньон снизу, на зелёном фоне, на синем фоне. Мы собрали всю коллекцию кубиков, ну, головоломок. Это не совсем кубики, которые поставляются с сегодняшнего числа в Хэппи Милл в Макдональдс. И, как я и говорил, в конце будет розыгрыш. Я одну из вот этих коробочек, красивых, стилизованных именно под Рубикс, наполню вот этими вот головоломками. Здесь есть каждый вид, ну, каждая модификация стандартной 2х2. 2х2 с полукругом. 1х2х3. И 1х2х3 с полукругом. То есть, вот они, нераспакованные головоломки. Четыре штуки, по одному для каждого вида. Вот в этой коробочке, я их запакую, я вышлю победителю розыгрыша, которого мы в скором времени определим. Ну, дней через 10-15, наверное, так. Условия розыгрыша будут в описании. Ну, там потребуется быть подписанным на канал, поставить, наверное, лайк, комментарий оставить и сделать репост в социальные сети. Ничего сложного, среди тех, кто сделал репост, я выберу спустя какое-то время одного человека и нашей Великой Почтой России отправлю вот этот подарок. То есть, четыре головоломки получит один победитель. Дерзайте. Ну, и в комментариях напишите, что вы планируете участвовать в розыгрыше. А на этом все. Всем спасибо, всем пока. Выпуск получился достаточно длинным, но, надеюсь, познавательным. Подписывайтесь на наш канал.